Время для часов А теперь кто из них пользуется андроидом, а не Apple Watch? Хорошо, хорошо. А кто тут с FKN? А с PMM? Хорошо, молодцы. В любом случае молодцы. Это для меня такой мини-опрос. Про часы. Я год или полтора игнорировал эту тему, вообще не смотрел, как развивается рынок, не пробовал, относился скептически. И тут мне попались в руки часы. Я решил изучить рынок и сейчас вам расскажу, что можно делать как разработчик, что можно ожидать от них как пользователь, какое у них будущее с моей точки зрения. Их очень много. Часы на Android Wear это версия определенной андроид, на которой там похожа разработка, что просто под мобильный обычный андроид. Поэтому проблемы андроида большого перетекают в часы и плюсы. Какие главные грехи, главная уникальность андроида в его легком распространении? Потому что очень много девайсов и разных форм-факторов и так далее. Вот как раз и с часами подобная история. Они бывают круглые, квадратные, маленькие, большие. Очень много разных вариантов. Дорогие, дешевые. Нет, дешевых нет. 20 тысяч, ну там, наверное, 15, может быть, 11 тысяч. Это кто? Третьего поколения. Да, третий смарт-вотч, самый ходовый. Да, это нас... Это не андроид, Вера, это просто андроид. Нет. Ладно. Все, 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 тихо, 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 верю. В общем, часов очень много. А руку нельзя убрать с моей презентации? Сейчас я уберу. Уберите, пожалуйста, руку. Про разрешение. Еще чуть-чуть. Вот, спасибо. Разрешение 320 на 320. Практически у всех часов именно такое разрешение в пикселях. Это полтора DP множители. Там где-то вот средний DP 182 на 182. Виды приложений, какие мы можем разрабатывать. Первое. Watch faces. У нас же часы, значит, соответственно, мы можем разрабатывать часы. Потому что основной use case умных часов никакой не умный, а просто то, что теперь можно менять ваш вид часов. Сегодня они у вас черные, завтра белые, красные, сердечками. Вот у меня любимые часы. Это третий сверху, где написано. Holy shit, it's already 9 fucking 53, motherfucker. Это самые мотивирующие часы, да. Очень крутые. Такой просыпаешься и реально думаешь, черт возьми, так и есть. Вот. С черепашками ниндзя, с суперменами, с Микки Маусами. Можно нарисовать все, что угодно. На конве вообще никаких нет ограничений. Сразу про разработку. Кому скучно, можете пока в твиттер запостить с хэштегом AndroidDev. Что там у нас? Забыл. DevFest, нижнее подчеркивание, VRN. Денис опять пришел, я приснул на отскуке. Вот кто запостит, тому подарок. Вечером. Значит, Canvas Watch Face Service. От него мы наследуемся. Это такой сервис, который работает в UI. То есть немножко отлично от Android разработки, то, что здесь сервис не бэкграунд, а то, что видно сверху, и то, что рисует на конве. Еще у него есть подкласс CanvasWatchFaceService.engine. Вот этот engine мы и наследуем. Что же в нем за методы? В нем метод onDraw надо переопределить. Мы там берем время текущее и делаем от этого времени отрисовку, когда система вызовет. Мы можем его сами вызывать в режиме, когда они горят. У них два режима часов. Когда они светятся, мы с ними взаимодействуем. Но чтобы не разряжаться, они быстро тухнут. И вот они тухнут в темный режим, при этом все равно UI отрисовывается. То есть вот сейчас я в темном режиме, но там на часах нарисованы стрелки. Но эти стрелки перерисовываются раз в минуту. Чаще система не дает перерисовывать. Мы можем определить то, что они сейчас находятся в этом режиме. Это Ambient Mode называется это слово. Оно булевское, либо включено, либо выключено. И у нас есть коллбек в этом engine о том, что Ambient Mode изменился. Соответственно, уснули часы или отображают в полной мере. И вот в M1Draw в зависимости от ситуации рисуем либо цветную, анимированную, красивую картинку, которая разряжает наши часы, либо когда они находятся в режиме такого слипа, мы имеем право только черно-белое рисовать и без антиалясинга. В общем, снижаем нагрузку на прост как можем. И перерисовывать их раз в минуту. Вот как раз таки разница. То есть цветное что-то там в мультимедиа и черно-белое. Хотя плохой пример, потому что дюжа много информации, неудобно смотреть, когда тебе быстро надо глянуть. Зачем такой перегруз делать? Вот у Motorola все попроще. Например, моточасы. Это слева мы когда нажали на них активные, и справа когда они просто висят в фоне. И вот метод onTimeTick это то, что происходит раз в минуту. Как раз таки в нем мы вызываем invalidate и тем самым дергаем onDraw и перерисовываем. Приложение не обязательно делать вот такие часы. Можно сделать что угодно. Вот кто-то взял и додумался сделать лаунчер приложений других прямо-таки на watch face, на часах. Ну, понятное дело, откуда идея взята. И суть в том, что мы можем обрабатывать тач, анимировать, нажать, перетекать, даже подключаться к акселерометру или датчику сенсора прямо из watch face и реагировать на это. Очень много возможностей. Второй тип. Закончились часами. Второй тип это уведомления. Для этого можно быть супер лези, супер ленивым разработчиком, вообще ничего не делать, просто уведомления последние всегда API дергать, которые notification builder в компате лежит и не заморачиваться с ним никак. Они сами придут на ваш девайс, если вы кинули на устройство notification, отобразятся. Единственное, что раньше, когда не было в десктопе, вот седьмого андроида не было, там не было, по-моему, раскладывания на подгруппы и быстрого ответа из смартфона. А на часах это уже появилось. И как раз-таки из часов это потом перешло в телефоны. Но сейчас это есть везде, поэтому если ваше приложение это все поддерживает, то без проблем оно будет поддерживать и здесь. Вот, соответственно, все просто. Notification builder, создаем, передаем иконочку, передаем title, передаем текст и интент, который произойдет по клику на это уведомление. Ваш смартфон откроется и сделает какое-то действие, если вы кликните по уведомлению в часах. Можно сделать вот кастомный экшен, например, открыть карту по клику. Для этого мы добавляем в notification add action, передаем туда карту и передаем туда интент, который мы хотим вызвать по клику на эту кнопку. Плюс ко всему можно добавлять ответы. Ответы двух типов. Голосовые и предустановленный список строк. Мы можем передать вот так вот, передать список строк и, соответственно, часы предложат нам выбор. Мы на один из этих элементов ткнем пальцем или носом, что у нас будет свободно в этот момент. И ответ отправится на смартфон. Или же он распознает голос и эту строку отправит. Что тут еще интересно? Ну, вот так вот это делается через Remote Input Builder, и мы передаем Extra Voice Reply, если мы хотим голосовой ответ. Как бы с уведомлениями все просто. Дальше. Дальше у нас идут приложения. Это Android. Все так же, как в обычном Android. Можно сервисы сделать, можно контент-провайдер запилить. Все что угодно. Никаких ограничений. Там, по-моему, что-то выпилено. Я уже забыл. Ну, типа, виджетов нету и API нету. API по работе с какими-то такими железками, которые точно часов не будут. А, с USB нет, например, работы из часов. Ну, как бы, ничего страшного. Остальное все привычное абсолютно. Единственное ограничение. Раньше в часах не было Wi-Fi, но в последних часах уже появился Wi-Fi с шестого Android, начиная. И поэтому мы можем даже OKHTTP Client или URL Builder, что хотите, затащить и сделать обращение к веб-сервису прямо из часов. Но вообще сейчас это считается неправильным. Нужно делать по-другому. И об этом мы сейчас поговорим. Приложения абсолютно могут иметь кастомный UI. Все что угодно рисуем. Лей-аут размещаем. Но у вас должен возникнуть вопрос. А как же мы поместим UI, если часы бывают круглые? Круглые. Ну, короче, мы видели, что они бывают еще квадратные. И поэтому у Motorola, например, снизу есть 15 пикселей подбородок, под которым размещается сенсор, на которых нельзя отрисовать. Вот человечек бегущий должен отрезаться. И такая проблемка. Вот на помощь для этого приходит нам вот такой вот класс WatchViewStab. Раньше он приходил, сейчас мы уже им не пользуемся. Сейчас расскажу, почему. Что он делает? Мы в него передаем два лей-аута, квадратные и круглые. И, соответственно, когда он инфлейтится, инфлейтится в зависимости от того, какие часы. Часы квадратные и круглые. У нас шестого андроида появился префикс. Появился префикс round и not round в спецификациях ресурсов. И теперь мы просто туда кладем. Мы можем дать дименшины, интеджи, ресурсы, картинки и лей-ауты, соответственно, складывать с этим префиксом. И они в зависимости от того, круглые часы или не круглые, будут туда размещаться. Плюс, можно работать с сенсорами. Это прям вот основной кейс, который первое, что мне захотелось сделать, это посмотреть на мой пульс. Запросто, вообще просто делаем. Причем там на разных часах работает. Если у них есть сенсор, значит они обязаны поддержать стандартный Android API. И просто мы обращаем сенсор менеджеру, как обычно. Но есть, допустим, у часов нет такого сенсора. Это heart rate сенсор. Передаем туда delay, с которым мы хотим получать уведомление об изменении пульса. И нам в том приходит пульс, и мы его отрисовываем в UI и говорим, что вот сейчас у тебя пульс такой. Или просто реагируем на изменения. Плюс есть еще датчик, сколько мы шагов сделали. Это из необычных сенсоров. А так перемещение, акселерометр, гироскоп, все есть. Вторая проблема. Когда мы не хотим запариваться и верстать два разных лей-аута, мы просто хотим уместить все, куда уместится. Вот есть у нас круг, значит, мы хотим вписать наш квадрат в этот круг. А если есть квадрат, то пусть разместится на всем квадрате. На этот случай к нам приходит на помощь box inset layout, который размещает как раз-таки кнопки в зависимости от того, куда они помещаются. Либо вот так, либо на весь квадрат, если квадратные. Есть еще card fragment, который рисует вот такие вот карточки. Тоже просто мы передаем туда в конструктор title текст и картиночку, они отображаются. Есть list view, наследник обычного list view. Не, не буду врать, наследник или наследник, по-моему, нет. Но работает как list view. Мы тоже передаем туда адаптер и рисуем, что хотим. Соответственно, на scroll они реагируют чуть по-другому. Они доскраливают до серединки элемент, не дают ему застрять где угодно. Но суть у него такая же. Плюс навигация. Как работает навигация в часах? В часах принято, что линейно вниз мы листаем что-то там разные темы, темы, темы. А хотим внутрь зайти какого-то элемента, мы смахиваем вбок, это мы заходим внутрь тем самым. И, соответственно, вот grid view pager как раз-таки нам приходит на помощь для такой навигации с заходом внутрь. Когда я еду в машине, мне приходят уведомления. Я вижу уведомление, и мне нужно на него ответить. Допустим, сообщение пришло. Я хочу на него ответить. Я такой открываю, что-то использую руку. Ну, можно тут без рук. Есть вот такие движения. Это вверх проскролить. Вот так движение. Это вниз. Вот так вперед. Вот так назад. Но можно голосом просто сказать, типа, Google, закажи мне такси. Он заказывает такси, говорит, такси подъедет, вы согласны, и тебе надо нажать. А тебе нечем нажать. У тебя там сумки или руки замерзли, или еще что-то. И подтвердить или отменить. И вот чтобы подтвердить, можно ничего не нажимать. Есть такой delayed confirmation view, который 15 секунд или заданный интервал времени крутит прогресс-бар. Типа, вы согласны, согласны. Оп, не успел, все, согласны. И применяется, соответственно, мы не успели. И пока носом тянулись, он уже применил, такси едет, и отмена 5 долларов, как обычно, Uber стоит, если мы в США. Ну и говорит там, message send тоже, вот этот вот success screen, это все готовое в delayed confirmation view. Удобная штука для часов. В телефоне как бы такое не пригождается. Про общение между сетью, между смартфоном и телефоном. Они могут общаться, и телефон в текущей версии Android Wear используется как такой сервер, который передает ему всегда информацию, синхронизирует его со всем. Для этого используют data layer API. Они общаются через него. Если они соединены по Bluetooth сейчас, они по Bluetooth взаимодействуют. Если Bluetooth отключен, но они находятся в одной сети Wi-Fi, и в часах есть Wi-Fi, они могут по Wi-Fi общаться, по общему подключенному, которые оба подключены. Это удобно. Раньше такого не было, раньше был только Bluetooth. Классная тема. Сообщения мы можем отправлять в обе стороны. Как часы могут телефону что-то сообщить, так и телефон может сообщить что-то часам. Причем там можно и большие данные передавать, и маленькие. Вот такой вот схема взаимодействия. В VR 2.0, который выходит этой зимой или этой весной, общение уже в часах заложено изначально, что в часах это стендалон приложение, которое не надо устанавливать. Как сейчас поставляются приложения? Мы скачиваем АПК на телефон из плея, и только телефон сам доставляет через этот даталейер на наши часы это приложение, и оно появляется на часах. Удалили на телефоне, удалились на часах. То есть телефон является таким прям папочкой, которая все время держит часы под контролем и полностью ими управляет. VR 2.0 от этого отходит, чтобы часы были самостоятельным гаджетом. Там даже будет своя симка, если производитель поддержит. И на них можно уже будет писать полноценное приложение, которое не требует даталейер и API. Но сейчас вот так. Рынок. Давайте поговорим, что же у нас с рынком. Как вы думаете, сколько всего часов в мире? Самих часов, вообще пользователей часов. Миллионов, сколько? 20-30 миллионов. Короче, я не придумал, как найти официальную статистику. Google не предоставил, но я подумал, сейчас будем рассуждать. Открыл, значит, во-первых, самый список популярных приложений. И там первое было, соответственно, умные часы Android, без которого не работает с часами. Да, еще кто-то на iOS, якобы, якобы на iOS может купить и подсадить Android часы, но я не представлялся. Я человек, который купил iPhone и купил Android часы. Ну, может, ему подарили, потому что не знали, что это Android и iOS, и они как бы не очень дружат. Но не суть. Суть-то в том, что загрузок у этого приложения, которое обязательно надо установить, чтобы начать пользоваться часами, от 5 до 10 миллионов. То есть, допустим, 7 миллионов. Причем часто люди устанавливают, перестают часами пользоваться. В общем, где-то по моей оценке, миллион активных пользователей – это прям вот максимум, на что можно рассчитывать, сейчас разрабатывая под часы. Не густо, не густо. Возвращаемся к списку приложений. И что же мы здесь видим? А очень интересная картина самых популярных приложений. Первые два ряда приложений – не приложение для часов, а приложение для смартфона с расширенными возможностями работы с часами. И лишь внизу – Watch Faces, Watch Maker и Look Behind for Android – приложение чисто для часов. Это интересно. То есть, чтобы попасть в топ, нужно иметь популярное Android-приложение, а не популярное приложение для часов. Ну вот так вот сейчас рынок складывается. Что же у нас по загрузкам? Значит, вот самое популярное, которое я нашел, приложение, называется Wear Mini Launcher. Оно имеет до миллиона загрузок. Это прям вот launch. Да-да-да. Что-что? Да-да-да. Да, все верно. И, значит, у этого приложения миллион установок максимум. Что может? Это бесплатно. То есть, самое популярное, бесплатное приложение наберет миллион. Ну, знаете, так, не густо. Рынок не очень развит. Что это было? Куда? Пульт. Слушай меня. Миллион, да. Дальше. В чем разница? Не пойму. Mini Launcher. А, это с часами. Все, вспомнил. Это каталог часов. Приложение каталог часов имеет, ну, то есть, еще есть такая, такая субкатегория каталоги часов, которые агрегируют в себе часы. Вообще, как часы устанавливаются? Открыл Google Play, увидел часы. Там, может быть, в этих часах 3-4 подвида, которые переключаются, разновидности в Watch Face. Установил на часы, пользуешься. Но есть еще каталоги, которые внутри себя агрегируют там тысячи разных часов. Некоторые бесплатные, некоторые платные, пытаются ими торговать каким-то образом. В общем, такие маркеты внутренние часовые. И вот один из них имеет до 500 тысяч установок. Не густо. Приложение платное, которое мы видели, находится в топе. Стоит 1 доллар 50 тысяч установок. Вообще не густо. Приложение вот такое. Это про другое. Это пример того, что мы можем разрабатывать, когда мы разрабатываем под часы, мы можем разрабатывать не просто приложение, которое там какой-то обычный кейс решает, но мы должны думать о том, как мы можем воспользоваться часами. Вот как раз приложение Jorsey от разработчика, неважно, которое позволяет прочитывать нотификации. То есть люди попользовались часами, поняли, что неудобно. Нотификации приходят, но голосом не проговариваются. В некоторых часах есть динамик, некоторые часы по блютузу транслируют звук на устройство. Ну и, соответственно, оно вслух читает то уведомление, которое приходит. Так вот, и много фитнес-трекеров. То есть разрабатывая под часы, нужно не копировать там функционал того, что есть на Android, не пытаться сделать файловый менеджер для часов или там терминал для управления сервером, а что-то связанное с тем, что у нас носимая электроника и как-то к этому подвязываться. Ну и количество установок у него, конечно, грустненькое, но будем надеяться, что маркет разрастется. Выводы. Значит, если вы хотите разработать бесплатное приложение для часов и оно станет популярным, максимум полмиллиона пользователей это вот то, что вам повезет. Кстати, есть знакомый разработчик в России, который там сделал аудиорекордер и добавил к нему, к этому диктофону, слово вир. И оно там взлетело, его все зафичалили, вау-вау, для часов аудиорекордер, потому что в часах есть хороший микрофон. И он такой красивый материал-дизайн сделал. Вот у него тоже где-то полмиллиона загрузок и встроенные покупки. Он говорит, что хватает, как он сказал, на отпуск хватает. Но типа на шоковать, на яхту не хватает. Так что можно вложиться, что-нибудь попробовать разрабатывать. Ребята рассказывали, что они где-то полгода пилили и принесло оно им за следующие полгода тысяч семь, по-моему, долларов. Ну, тоже ни шатка, ни валка. Если ты полгода разрабатывал, обидно. Хотя не знаю, почему так долго у них разрабатывалось. В общем, рынок есть. Бесплатные часы, именно часы. Миллион загрузок где-то можно рассчитывать. Платные я находил до 100 тысяч максимально загрузок. То есть за доллар 100 тысяч, минус 30% комиссии, минус 18% НДС. Ну, что-то там получается такое приятное. По заработку можно заморочиться. Но, но не стоит это игнорировать. Подумай, что рынок маленький. Часы постоянно продаются. Сейчас распродажа рождественские скидки. Все дарят друг дружке эти часы. Ну, странно, где они стоят копейки, конечно, к сожалению. И где они продаются. Не, ну, у нас тоже много продаются. Если ехать по Москве, сейчас везде Samsung пиарит свои часы, потому что в них появился Samsung Pay. Я не знаю, какой прикол. платить, почему палец большой? Нравится, типа, круто, да? Я не знаю, какой прикол платить часами. Ну, мы пугаем продавщицы обычно, приходя в магазин и платя часами. Типа, а можно расплатиться за кофе? Они такие, да, да, сейчас я приложу свои часы. Такое прикладываешь, она планирует, что ты робот, что такое? Что произошло? Но тем не менее, вот рынок как-то растет, и поэтому сейчас заскочить на рынок наверх и продать свое приложение очень легко. Плюс они простенькие приложения и не требуют особо больших усилий, поэтому если вы новичок в разработке, у вас все равно есть шанс придумать классную идею, разработать, как это было в Андроиде вначале. Сейчас, чтобы в Андроид там заскочить, нужно потратить там миллионов, миллиона полтора, наверное, рублей, чтобы хоть какое-то приложение более-менее сделать. Раньше это было гораздо проще. На коленке написал, выстрелил, и у тебя понеслось. Вот сейчас будет самый главный секрет, для чего часы. Я нашел приложение, которое напоминает питье воды, и там в локализации была написана вся правда, для чего умные часы нужны. Да, вы получаете тревогу и запись на запястье. Именно так. У меня появились фантомные звонки не только в правом кармане джинс, но и на запястье. Я однажды на прошлой неделе беру свою руку, думаю, кто-то звонит, сейчас посмотрю. А у меня обычные часы, которые неумные, и никто не вибрировал. То есть, еще одна тревога, еще один раздражитель. Поэтому относитесь аккуратно, но рынок растет, и в принципе интересный. Плюс, Вир 2.0 скоро выйдет, и это новый ажиотаж, новые публикации СМИ, новые продажи. Достаточно хорошо и просто опубликовать. Вот такой вот экскурс в мир Android. Часов. Спасибо за внимание. Готов ответить на все ваши вопросы. Да. Боже мой. Нет. Да, надеюсь, что нет. Они и так разряжаются за полтора дня. А нету ассистентов, да? Мы так голосом работаем. Компания DataArt, придите и помогите, или кто-то из организаторов. Почему никто не приносит микрофоны? Спасибо, Вадим. Еще вопрос вопрос. Вы считаете, что вы можете задействовать? Да. Возможно вопрос, что вы можете в себе устанавливать и устанавливать диагноз болезни. Да, устанавливать диагноз болезни, это как раз-таки они что-то там пытаются, и Apple на этом пытается хайп поднять вокруг себя. Что типа для... Ну, на самом деле, это все не медицинской точности. Проблема основная сенсоров этих, то, что они не медицинской точностью. Есть в российский стартап Hilby у них уже есть, браслет, который два года на рынке очень популярен, достаточно на американском, который там обещал вообще, он определяет, как меняется, сколько вы съели калорий, не установив датчик ваш пищепровод, а просто как изменяется ваш пульс, температура тела, за счет этого они как-то определяют. Но это все не достаточной точности, так вот, просто побаловаться. Следующий микрофон. Там сзади потом передай, Вадим, там две руки. Спасибо за ваш доклад. У меня такой вопрос по Android VR 2.0. Там собираются ввести вот магазин приложений, что можно будет приложение напрямую устанавливать без телефона. А не приведет ли это к тому, что батарея будет разряжаться намного быстрее, поскольку весь магазин будет забит какими-то ресурсоемкими приложениями, она будет разряжаться буквально минут за 10. Не устанавливай такие приложения? Это же и со смартфоном тоже. Почему-то те, кто скачивает кучу всякого барахла, оно разряжается, кто не устанавливает, не разряжается. На самом деле Doze Mode никто не отменял, который ограничивает воздействие. И оно может быть в следующем обновлении как раз таки VR 2.0 более жесткое, которое вообще отрубает все, что в фоне работает и тем самым не дает разряжаться часам. Ну просто если в первой версии хостовое приложение держалось больше на самом телефоне, то есть телефон основную нагрузку получал, то на второй же получалось. Да, но тем не менее это же все еще связано с циклом разработки, то есть как маленький простенький прототип. Потом добавляем один функционал, сейчас добавляем больший функционал. Как это скажется? Ну и что? Если это будет действительно так плохо, все перейдем на Fitbit и Mi Band и будем пользоваться ими, которые живут по месяцу, которые ничего не умеют, но при этом живут долго. А если хотите, чтобы все умело, это будет цена разряда. Ну и плюс я надеюсь, что батареи станут лучше и не будут из-за тонких пластинок между отсеками загораться и потом в аэропорт нельзя будет с этими смартфонами зайти. Спасибо. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Подскажите, пожалуйста, как вы думаете, вы сказали, что рынок пока не устал заселен. Как вы считаете, с чем это связано? С тем, что люди боятся переходить с классических часов на умные либо с тем, что все-таки цена дорогая на те же самые часы или просто мало времени еще прошло? Я думаю, потому что никому особо непонятно, зачем покупать умные часы, если все говорят, кто купил умные часы, что они бесполезная игрушка. Это основная проблема. Но мы знаем, что рынок быстро создается и как раз таки маркетологи создают спрос, а не спрос рождает производство в современном мире. Поэтому, если крупные компании, как Apple и Google решат сильно насадить нам идею, что часы это круто и у всех они должны быть, то рынок быстро вырастет. Просто это один из проектов огромных корпораций, а не их основной бизнес, поэтому нужно понимать, что они экспериментируют сами на этом рынке, поэтому это такой вот большой эксперимент. Спасибо. Скажи, сколько ты их используешь, часы? Я часы использую месяца два и я сразу говорю, что у меня есть Mi Band второй и выбираю, что одеть утром Mi Band эти часы или обычные стрелочные часы? Я одеваю обычные стрелочные часы в большинстве случаев, когда я иду на какую-то встречу, связанную с моей профессией, я одеваю эти часы просто потому, что гик значит что-то шарит, а когда я иду в спортзал, я одеваю Mi Band, потому что они меньше, они работают в бассейне, бане, они лучше отслеживают перемещение, и им удобно пользоваться во время тренировки, потому что не надо что-то поскролить, переместить, переместить просто одна кнопка, сколько ты прошел, вторая кнопка, какой у тебя пульс, третья кнопка, сколько сейчас времени, все, и уведомление, если кто-то звонит, поэтому проблема интерфейса. А какие вот приложения, что тебе понравилось? А, приложения, какими я пользуюсь, я перепробовал кучу разных часов, мне нравится то, что я могу каждый день менять там разный вид часов с какой у меня, правда никто на них не смотрит, и как бы это не такое крутое, как переодеться. А для чего ты их используешь? Просто уведомление о том, что тебе звонят, о том, что если бы у нас сегодня был хромкаст здесь подключен, я бы вам показывал слайды и переключал бы слайды нажатием часов, и на часах у меня показывался следующий слайд, я бы подсматривал. На самом деле нормальный кейс, мы обсуждали с ребятами много эту тему, нормальные кейсы не часто встречаются, но есть, например, активность уличная, если ты бежишь или едешь на велосипеде, и вот по Москве ехать на велосипеде без навигатора порой сложно, если ты далеко куда-то уехал, и как раз таки навигатор на смартфоне не всегда удобен, навигатор на часах достаточно хорошо работает, и вот этот кейс решается от души. Ну и плюс, когда бегаешь, там тренировки, трекинг, вот этой физической активности, можно подарить маме, если вам кажется, что мама не слишком физически активная, то они будут ей каждый день жужжать и говорить, встань, пробегись, пожалуйста, у тебя сегодня сердечной активности недостаточно много, вот там такое решение, задач тоже оно использует, но на самом деле не так много. А время жизни? Один день, сутки, сутки, ну как бы не сутки, а световой день. Там у нас еще вопросы. Да, спасибо за доклад. Хотелось бы спросить, получается у нас сейчас Google Null эволюционировал в ассистента, и, как вы говорили, выходит вверх 2.0, и мне хотелось бы узнать, какие появятся полезные кейсы в связи с этим событием, наверняка же что-то изменится, и пользование часами станет удобным, или появится какой-то новый функционал, что вы можете сказать к этому поводу? Ну, они уже сейчас, используя Google Null, достаточно удобно, я баловался в машине, у меня нет в машине Android Auto, я говорил часам, и смартфон, значит, был подключен к машине, ну, через аудиоджек, и я в часах, типа, не отвлекаясь от дороги, в часы говорил, там, типа, окей, Google, включи мне такой-то плейлист, и он в Google Play Music открывал мне на смартфоне музыку и начинал ее играть, и я не отвлекался, мне кто-то написал сообщение, я прочитал его быстренько на часах, и сразу там начал отвечать голосом на это сообщение. Ну, тоже попробовал, побаловался, но в ежедневный обиход мой лично не вошло это. Ну, а получается, с приходом ассистента не появится каких-нибудь киллер фич, из-за которых… Может быть, я не знаю, у меня нет такой идеи. Все, спасибо. Спасибо большое, Денис, за доклад. У меня вопрос по поводу разработки и отладки, то есть, когда мы разрабатываем приложение какое-то под часы, у нас, мы же по сути, насколько понимаем, все равно приложение, это пишем, оно будет у нас устанавливаться на телефон. То есть, мы отлаживаем его на телефоне, и, например, используя такие библиотеки для отладки, типа, как фейсбуковский, стеса, то будем мы иметь возможность через Chrome инспектить именно то, что происходит на самих часах. Отличный вопрос. Спасибо большое за разработку вопроса. Рассказываю, я действительно не упомянул о том, как же дебажить на часах, как это происходит. Процесс следующим образом… Можете сейчас уже. Процесс следующим образом построен. На часах мы заходим в режим разработчик, как обычно, покликов на версию прошивки, включаем ADB дебаг, заходим вот в то приложение, которое от Google у нас установлено на смартфоне, в нем включаем разработку, в ADB прописываем форвард на один из портов IP-шника с наших часов, и тогда эти часы… В общем, смартфон подключаем к компу по USB, к ADB, часы подключаем по USB к смартфону, и в этот момент дебажим. Вот такой вот история. И мы можем… Да, и оно подключается как обычный АПК, вернее, как обычное устройство, и мы заливаем на него АПК наши IDE, и мы можем в режиме дебага там по брейкпоинтам ходить, смотреть состояние через стетка и все, что угодно с ним делать, пока не разворвалось Bluetooth соединение. Ну и плюс это помедленнее заливается, а если АПК большая, не надо делать большой АПК для часов, то это еще и долго все устанавливается. А то есть нету и не планируется никакой возможности напрямую подсоединение часов? Ну, это нарушает герметичность, но по-моему у некоторых часов есть USB-разъем, может быть можно, но большинство часов все-таки по Bluetooth работает. Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Здравствуйте. Можно вопрос заданить, да? Да, да, да. Спасибо за доклад, послушал, очень интересно. У меня вопрос немного в медицину ушел. Часы считывают данные медицинские человека, да? Ну, современные часы это основной сенсор, это сенсор движения, как ты двигаешься, и второй это пульс. И то с погрешностью. А навигация работает у них? Да, во многих часах есть GPS, и мы можем отслеживать перемещение. Вот, у меня вопрос такой, допустим, владелец часов попал в экстренную ситуацию, потерял сознание, там, в аварию попал, вызвать скорую самому, у него возможности нет, есть функция выйти в часов, чтобы они сами скорую вынулись? Отличный вопрос, отличный вопрос. На самом деле, они об этом в своих пресс-релизах и крупной корпорации часопроизводящей говорят, но таких приложений, может быть, они есть, но я не видел массового употребления или установки по умолчанию, но чисто теоретически, и если его нет, вы можете написать, это отличная идея для приложения, которое выложить в маркет. В общем, технически никаких препятствий для этого нет. Да, можно. Спасибо, отличный вопрос. Здравствуйте. Такой вопрос. Вы говорили, что в основном все приложения это те приложения, которые уже имеют какой-то вариант для андроида. Соответственно, вот разрабатывается приложение для андроид. Грубо говоря, есть там список каких-то фич, которые хочется сделать. Первое, просто чтобы он заработал. и пятое, это выложить в, соответственно, в Apple Play, да? В Google Play, да. В Google Play, ой, да, оговорился. Вот где на этом вот шкале будет, можно запилить, грубо говоря, приложение для часов? Обычно, когда набирается большой рынок делать, если у тебя не фитнес. Но если, если твое приложение косвенно как-то может быть расширено для часов, то, конечно, нужно в последний момент, когда уже есть рынок и есть свободные ресурсы на то, чтобы сделать часы. Или ты хочешь быть зафичерен Google и говоришь им, ребят, а у меня тут еще для часов есть приложение, давайте вы меня, может, зафичерите, я тут ваше развивающееся направление поддерживаю. Вот. А так, вообще, если приложение прямо для часов, то, конечно, в первую очередь надо. Спасибо. Я готов еще отвечать. Сколько у нас времени или уже закончилось время? Хорошо. Спасибо за доклад. Я хотел спросить такой вопрос. А если Android Wear, ну, вторая версия, есть в планах разработки от Google именно Android Wear 3, какие-то фичи новые и возможности? я понял, тебя, прости, что перебил. Да, нет информации, ничего нам не рассказывают, и даже если бы я был сотрудником Google, я уверен бы, я ничего не знал, потому что у них еще нет никаких планов, им вторую, дай бог, зарелизить. Может быть, у кого-то из продуктологов есть это, и его супруга знает об этом и пару коллег, но вряд ли это публичная информация. А слышали, вот стартап, недавно новый вышел, о часах, которые заряжаются от энергии человека, от тепла. Да, я слышал. Хотели бы вы использовать и какие-то приложения именно с этой наработкой, которую они создали? Ну, вообще, если бы в часы встроили поддержку зарядки от тепла моего, я бы не жалел свое тепло и заряжал бы их. Это прям можно градусник сделать, подмышку положил. Это отличная мотивация к активному спорту, то есть больше занимаешься, больше энергии получаешь на... Ну, или просто на батареи их кладешь и заряжаешь, да. Спасибо за это. Извините. Спасибо за прекрасную лекцию. Я вот как человек несколько далекий от разработки на Android и на, собственно, Android Wear хотел бы задать такой вопрос. Вот Android приходится работать с кучей, с целым зоопарком всякого железа. И, собственно, Android Wear тоже выпускаются десятки моделей. Каждая из них там имеет квадратный дисплей, круглый дисплей. И вот как я это вижу, как человек снаружи, так сказать, то, что в Android куча модулей, которые там за эффективность железа работают, за его... за батарейку. И в часах тоже система направлена на маленькие дисплеи, на очень энергоэффективные чипы, которые работают внутри часов. а, собственно, я не вижу, как бы... я просто хочу понять, а какой смысл разделять эти две системы, если это тот же Android и просто в нем маленький UI, энергоэффективные чипы и очень много запаров с батареей. Почему просто не сделать модули на Android и делать это? Ну и плюс у нас будут, ну, как вы говорите, вторая волна часов, где там будут сим-карты, уже есть GPS, то есть есть уже готовые модули, зачем делать еще одну ветку это как раз-таки в том-то и крутость в том, что нет разделения, то есть Google не взяли и написали там свою версию, свою вообще форк там, не даже, не то, что форк, а прям вообще какую-то операционную систему для часов отдельно, а в том, что взяли Android и адаптировали и как раз-таки сборочка похожая на то, что у нас на смартфонах просто с другими UI-компонентами и Data Layer API вот этим вот. Все. Остальное все точно так, как в обычном Android, просто чуть-чуть выкинуто и никаких различий. Как раз-таки наоборот это сделано очень плохого, практически одна и та же версия операционной системы. То есть, как я понял, Android Wear это тот же Android с выкинутыми некоторыми UI-компонентами. и добавленными некоторыми UI-компонентами. Вот можно молодого человека в желтой футболке, он так давно руку тянет. Интересует. То есть, какой процессор стоит, например, видео вьюшке, может он потянуть те же функции там OpenGL, что-то такое для написания игр тех же на маленьком дисплее или каких-то таких развлекательных приложений. Что-то такое есть? Да, есть игры, есть OpenGL Surface или как он там называется. В общем, можно даже Watch Face делать на OpenGL и рисовать красиво и необязательно on-draw и на конве рисовать. Все это есть на часах. Какого уровня там видеочип, я думаю, я не знаю, там каждые часы, во-первых, их много, во-вторых, там какие процессоры, я не скажу, тебе стоят. Но что-то простенькое рисовать можно на часах, просто это вопрос про батарейку, зачем, ну какой прикол. но если надо отрисовать красивое 3D, можно это сделать на часах. Спасибо. Да, да, Doom можно запустить, даже знаете, что на тачбаре макбука. Вот, в общем, такой вопрос. Как правильно с часов ходить в сеть и выполняется ли вот этот вот сервис в UI потоке и что будет, если сходить в сеть, упадет, не упадет? Конечно, это же обычный Android и упадет, естественно, нельзя сходить в сеть на UI потоке, но сейчас хотя бы можно сходить в сеть вообще с часов и это уже плюс. А вообще как правильно попросить девайс сходить в сеть или можно с часов? Вообще правильно сейчас с девайса, пока вот VR 2.0 не вышел, потому что вероятность того, что пользователь купит смартфон, ой, часы с Wi-Fi небольшая, то есть не факт, что он на них есть, поэтому лучше делать так, как рекомендует платформа. Вот. Еще вопрос, давайте еще два вопроса и закончим. Я бы хотел спросить. Я уже забыл, кому в футболке давать. А насколько безопасны эти часы, но в плане того, что перехватить вот трафик, который идет от часов к телефону? Безопасно, но там все работает даже через закрытый протокол, в Google Play сервисах вот этот дат-лейер, его нельзя посмотреть, исходники, насколько шифрованно никто не анализировал, данных специалистов нету, публичных утечек тоже нету, не могу сказать и быть объективен в этом, но надеюсь, что все безопасно. Ну, то есть не было никаких прецедентов? я не слышал. Спасибо. Ну, и мой вопрос, наверное, будет завершающим. Все-таки, какова себестоимость производства данных часов? Сейчас мы видим все-таки часы, которые стоят не меньше 8 тысяч рублей, но люди, как говорится, хотят, могли бы, вернее, позволить себе такие часы, если бы они стоили, ну, скажем так, 4-5 тысяч рублей, как вы думаете, какая минимальная цена, если можно опустить вот именно часов на Android Wear без там Wi-Fi, без 3G, просто часы, которые могут запускать приложения, работать через Bluetooth со смартфоном, соответственно, ну и так далее. Они уже есть, они называются Pebble Watch. Нет, нет, все-таки хочется именно полноценные приложения запускать. а смысл без всех этих сенсоров? В общем, я не знаю, почему тоже не сделали такие бюджетные варианты, и я не являюсь представителем китайской какой-то компании, там, Foxconn, которая готова говорить об этом. Не знаю, не знаю, почему так делают. Может быть, когда-нибудь они сделают, а может быть, потому что мы не основной рынок, ребята. Нет, ну вот просто реально, есть китайцы, которые готовы делать, но те же самые Xiaomi, они, насколько я знаю, выпустили часы на какой-то своей платформе. Мне вот даже интересно, почему они не выпустили на Android Wear, и вот, может быть, себестоимость какая-нибудь слишком уж большая? А я тебе скажу, потому что, чтобы на Android Wear часы выпустить, тебе нужно иметь лицензию на Google Play сервис, а у Xiaomi, по-моему, до сих пор этой лицензии нету, поэтому это первое. Второе, Google не хочется, чтобы Xiaomi выходил на этот рынок, возможно. все, что я говорю на камеру, это лично моя информация никак не аффилированная с компанией Google. И, в общем, я думаю, никому не интересно, чтобы это было бесплатно или дешево, в том числе корпорации, которая является производительной операционной системой, владельцем, и, скорее всего, не дают лицензию на вот без датчиков. они говорят, что, типа, вер, значит, вот именно такой юзер-экспириенс, и не надо его обрезать и делать какие-то супербюджетные устройства. Кто там? Вот последний, да? Последний. Давай, ладно, еще раз. Еще раз. Здравствуйте. Я услышу про вопрос про то, что заряжается будет от температуры человеческого тела. Нет, нет, есть часы, которые не на Android, которые так уже делают, да, на Kickstarter. Мне здесь возникла мысль, а если сделать часы, строить в них зарядку от солнечной энергии и сделать как съемный аккумулятор, который будет сам заряжаться на солнечной энергии. Вот уже есть чехлы для пробежки, и получается подсоединенный провод пробежался, и у тебя уже телефон на 50% заряжен. Будет ли такая возможность? Завтра можно прийти и пообщаться со специалистами Free, как стартануть свое начинание. Вот приходи, пожалуйста, отличная идея на самом деле. Есть мотивация прийти. Да, серьезно. И все возможно, ребята. Кикстартер, Инди Го Гоу и Бум Стартер для вас открытые стартует. Почему бы нет? Хорошая идея. Я подвожу итоги, футболочку вот этому юному дарованию, вопрос про АДБ, и еще кому-то я вот здесь тоже говорил отличный вопрос, но я уже задал. Ребят, поднимите руку, кто здесь задавал вопросы. Да, вот двоим вот этим парням и вот парню. АДБ. 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 АДБ.